Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Известный испанский юрист Диего Мартин вчера опубликовал первое видеообращение в этом году. Давайте посмотрим, что интересного он нам расскажет. В 2018 году мистер Диего Мартин стал настоящей суперзвездой для инвесторов и партнеров компании Quester World. Примерно весной 2018 года он начал говорить, что в компании все хорошо, деньги у компании есть, деньги разморожены по решению суда, то есть в компании все четко, легально и законно. И буквально через несколько месяцев, в августе 2018 года, компания снова стартует, снова заработает, выплаты снова откроются. Короче, август наш месяц. И, конечно, на волне таких позитивных новостей, партнеров охватило воодушевление. Диего создал информационный чат, в котором со временем собралось до 16 тысяч человек. И в этом чате он делился различными позитивными новостями о компании, о том, что скоро состоится запуск. Но, как мы с вами знаем, прошел август 2018 года и ничего не случилось. Прошел сентябрь 2018 года, октябрь и, как говорится, чудо не произошло. И никакого рестарта компании, никакого запуска, никакого возобновления выплат так и не было. И, конечно, в адрес Диего Мартина стали поступать упреки. Ну, ты же планировал, ты же обещал, что компания восстановится, возобновит свою работу. И Диего Мартин стал обижаться на всех. Я хотел как лучше, я хотел помочь, а вы тут на меня наезжаете. И в результате полностью расформировал чат и, как говорится, ушел в туман. В 2019 году появился, вместо испанского юриста Диего Мартина, появился швейцарский барабанщик Александр Кэсли. Который стал рассказывать о не менее интересной истории, что якобы компания действительно восстановится. Только она будет называться уже не Квестер Уорлд. У нее новые владельцы, эти владельцы китайцы, европейцев там больше нет. Компания будет иметь новое название и так далее. И, по словам Александра Кэсли, вот-вот уже должен состояться запуск и рестарт новой компании. В 2019 году Диего Мартин выпустил несколько видеороликов, где прямо высказался в адрес Кэсли. И сказал, чтобы Александр Кэсли перестал вводить людей в заблуждение, потому что никакого рестарта не будет и никаких новых владельцев нет. В 2020 году Диего Мартин никаких видео не выпускал. Но вот буквально вчера он опубликовал очередное видео на английском языке. И давайте посмотрим, что же нового он нам здесь расскажет. Диего Мартин утверждает, что те новости, которые распространяет Александр Кэсли о запуске новой компании, могут просто оказаться фейком. И, в принципе, если вспомнить, что сам Диего Мартин в 2018 году на протяжении полугода распространял разные позитивные новости, которые ему давал некий представитель компании, Диего Мартин, по всей видимости, понимает, что история может повториться. То есть, кто-то вешал ему лапшу на уши в 2018 году, а кто мешает вешать сейчас лапшу на уши Александру Кэсли. Итак, Диего Мартин говорит, что Квестра юридически мертва. И это подтверждается документально. Я на своем канале публиковал видео, где показывал, что если зайти в реестр юридических лиц Испании, то там еще в 2019 году можно было найти компанию Квестра Уорлд, а Диего Мартин значился как владелец этой компании. То есть, он был действительно владельцем компании Квестра Уорлд. Но если посмотреть данные сейчас, то видно, что данное юридическое лицо упразднено. То есть, такой компании больше не существует. И Диего Мартин совершенно правильно говорит, что Квестра юридически мертва. Для того, чтобы все верить Александра Кастели, я хочу спросить вас, что Александр вам показывает в этом времени? Что он подтверждает? Он только говорит что-то. Здесь Диего Мартин повторяет то, о чем я рассказываю с 2018 года, когда сам Диего Мартин еще рассказывал позитивные новости и говорил, что в августе 2018 года компания стартует. Я тогда говорил, что это все хорошо, что он рассказывает все эти позитивные новости. Но где конкретные дела? Где подтверждения? Где, например, новый офис компании в Дубае? Или новый сайт? Или хоть что-нибудь? То есть, на протяжении полугода это была просто болтовня, которая закончилась ничем. И сейчас, спустя два года, Диего Мартин, видите ли, прозрел. И сейчас он тоже начал говорить. Хватит болтать. Пусть Александр Кастель предоставит доказательства. Потому что он хочет привлекать людей к своему каналу. Я имею в виду, что он не так большой, что он имеет в своем YouTube-канале, что он получает. Он хочет получать больше. Диего Мартин возмущается, что Александр Кастель играет с надеждой людей, с верой людей. И говорит, что я этого не позволю. Но при этом он скромно умалчивает, что в 2018 году, по сути, он целых полгода занимался тем же самым. Он дал людям ложную надежду, уж вольно или невольно, это другой вопрос. Он на протяжении полугода давал людям надежду, что скоро все возобновится, и компания снова стартует. И это так вдохновило лидеров, что офисы продолжали работать. В офисах проводились презентации. Приглашались тысячи новых людей. Задумайтесь. Некоторые офисы продолжали работать где-то еще до ноября 2018 года. То есть выплаты прекратились. Летом 2017 года, а до ноября 2018 года, еще в офисах продолжали активно рекламировать проект, который, по сути, не платит. Благодаря кому? Благодаря испанскому юристу Диего Мартину. И он сейчас возмущается, что вот Александр Кэсли дает ложную надежду. Что-то не слышно каких-то извинений со стороны самого Диего Мартина, по данному поводу. Некоторые лидеры, как мы знаем, были очень сильно воодушевлены его обещаниями, его позитивными новостями, что устроили целое турне. Кира Антипин и ее товарищи проехали по 22 городам России, где Кира выступала с лекциями, рассказывала, что Квестра — это вам не какая-нибудь компания-однодневка, а целая корпорация номер один. И прямо со всеми документами, с доказательствами, что все будет круто. Продолжение следует... Почему я здесь? Я не промоусь ничего. Я работаю в регулярном работе как директор АКМ. Но для всех людей, которые меня знают, я очень transparent. И я начну это, потому что есть люди, которые знают, которые пытаются убивать себя, люди, которые очень запрещены для того, что происходит с Квестра, для людей, которые очень близки к мне. Здесь Диего Мартин пытается объяснить причины своих поступков. Он говорит, что некоторые из его знакомых пытались покончить с собой или впали в депрессию, а он просто хотел помочь. Но мы с вами знаем, что Диего Мартин вообще юрист по профессии, как он сам утверждает, он хороший юрист. Но я уж не знаю, хорошему юристу не хватило образования или просто серого вещества в голове задуматься, что если эта так называемая компания изначально была финансовой пирамидой, то по сути все его вот эти попытки помочь и воскресить пирамиду ничем хорошим не закончатся. И более того, позволят привлечь еще больше людей в пирамиду, что и произошло. Благодаря его позитивным новостям, как я сказал, офисы еще длительное время продолжали работать, в этих офисах продолжали проводиться презентации, и тысячи, наверное, даже десятки тысяч людей заводились в компанию, в которую уже давным-давно нет выплат. И все благодаря тебе, Диего Мартин, хороший юрист, как ты себя называешь. Итак, Диего говорит, у меня много информации, много документов о владельцах компании. Ну что ж, поздравляем. Только вопрос, а как ты воспользовался этой информацией, этими документами, чтобы как-то привлечь организаторов квестра к ответственности, как-то вернуть деньги инвесторов? Об этом ты не подумал с 2017 года? Что Александр Кастлик у них нет? Люди встанутся, что нет, что показать. Он говорит, что трейдеры не получат 5% потому что нет трейдеров сейчас. Потому что нет владельцев новой компании. Итак, Диего Мартин, который до последнего оставался владельцем компании Квестер Уорлд, открытым текстом говорит, что настоящие организаторы всей этой схемы находятся на Украине. И у них есть какие-то две новые компании. И было бы очень интересно узнать, как же они называются. Итак, Диего говорит, что в своем телеграм-чате он предоставит всю информацию. Только в отличие от того чата, который он создал в 2018 году, в этом чате он уже не будет рассказывать позитивные новости, а будет, наоборот, разоблачать и докажет, что никому нельзя верить. Ну, хоть так. Вы должны спросить для проверок. Все могут говорить, но факт что Куэста не платит Как это, какими деньгами Квестра будет платить? Ты же сам, Диего Мартин, рассказывал, что суд выиграли, деньги разморожены, деньги у компании есть. Вот этими деньгами компания и будет платить. Почему Александр не говорит ничего о этом? Он говорит о Китае, о Хонгконе, но нет офисов. Люди думают. И так, Диего Мартин открытым текстом говорит, что нет никаких новых владельцев. Нет новых офисов. И денег у компании тоже нет. Какой сюрприз. Поехали. 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 О, какое мощное заявление делает Диего. Я буду сражаться до конца. Я не позволю никому обманывать людей. Только хочется спросить, а с кем ты собираешься сражаться, Диего Мартин? Может быть, с настоящими организаторами Квестра, которые, по твоим же словам, находятся на Украине, и по которым у тебя есть информация и документы и так далее. Или ты предпочитаешь с мафией не связываться, а просто наезжать на барабанщика Кэсли из Швейцарии. От него ответка вряд ли прилетит. Люди сильно пострадали и много потеряли, говорит Диего. Какой заботливый. Прямо слезы на глаза наворачиваются. Только хочется напомнить, что выплаты вообще-то прекратились в семнадцатом году летом. Скоро уже три года будем отмечать, как выплат нет. И вообще-то именно Диего, как я уже сказал, является юридически владельцем компании Квестра Ворлд, пока компания не была упразднена. И, соответственно, знает всю внутреннюю кухню. У него есть информация по настоящим владельцам, которые находятся на Украине и так далее. Так может быть, товарищ испанский юрист, пора что-нибудь сделать для того, чтобы предпринять какие-то меры и людям часть потерянных денег хотя бы компенсировать. О таком варианте не думал. Позиция у Диего очень интересная. Бедненький, вы несчастненький, дайте-ка я вам посочувствую. Но надо как-то смириться и жить дальше, и забыть про все это, как про страшный сон. Я готов сражаться до конца, но только с барабанщиком Кэсли, а с настоящими организаторами не. Зачем с мафией связываться? Я же хоть и юрист, но я не бессмертный. Я почти потерял друг друга, хороший друг. Единственный друг очень депрессивный для этой ситуации. Люди, которые я знаю, очень хорошо, они в плохих моментах. Только для этого. Капитан очевидность Диего Мартин наконец-то открыл нам глаза. И мы поняли, что у людей есть проблемы. К твоему сведению, Диего Мартин у людей проблемы еще с 2017 года. Я не знаю, что я не вижу, что я не вижу, но все люди, которые меня знают, что я всегда пытаюсь помочь. Я не волнуются, я не волнуются. Я не хочу открыть ютуб-канал и сказать льви. Ну и на этом, собственно, все. Что нового мы узнали из данного видео Диего Мартина? По большому счету ничего нового. То, что организаторы квестра с Украины, так об этом, по-моему, уже все знают еще с 2017 года. В данном видео я вижу только очередную попытку погрозить Александру Кэсли и сказать, ай-яй-яй, ты даешь людям ложную надежду, и при этом Диего Мартин ни разу, ни словечком, ни полсловом не упомянул, что он занимался тем же самым в 2018 году, когда на протяжении полугода раздавал людям ложную надежду, и именно благодаря ему продолжали работать офисы, проводиться презентации, и привлекались тысячи новых людей, по сути, уже всоскамившийся лохотрон. Об этом Диего Мартин не упомянул ни слова. Он утверждает, что готов сражаться до конца, но, похоже, только против барабанщика Кэсли. Он ни слова не сказал о том, что собирается предпринять какие-то шаги против настоящих организаторов Квестра World с Украины. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете о данном видео Диего Мартина. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.